Всем привет! В этом видео мы будем делать наливной пол. Мы будем использовать фирму Birdauf EasyBotten. Наливной пол для людей с любым уровнем профессионализма, то есть для всех. Тут главное соблюдать инструкцию и больше ничего такого особенного нету. Для того, чтобы замесить наливной пол, нам нужно ведро. Наливаем воду. Ориентируемся так. Одна треть ведра. Потом берем наливной пол. Высыпаем наливной пол, чтобы наша сухая смесь была чуть выше уровня воды. И с помощью миксера начинаем это все перемешивать. Так, если у нас слишком жидкая жидкость получилась, тогда мы еще добавляем смесь. Перемешиваем все до однородной массы, чтобы он был не слишком жидкий и естественно не густой. для того, чтобы он сам мог растекаться. Подождали минуту-две. Снова перемешиваем. Так, все перемешали. Ну теперь идем выливать нашу жидкость на эту поверхность, где мы должны залить этот пол. Вот мы находимся в этой комнате. Еще для того, чтобы заливать пол, чтобы раскатывать его и удалять тем самым воздух, который находится под полом, то есть пузырьки воздуха все равно остаются, мы используем вот такой вот ершистый валик. Он продается в магазинах. Вот. Ну, черенок естественно делается отдельно. Вот эту жидкость выливаем на пол и уже вот с помощью этого валика мы его раскатываем. Не старайтесь сразу вылить всю жидкость, потому что вы не сможете потом все это раскатать. Плавно, постепенно, по мере необходимости доливаем и раскатываем. Как видим, наша жидкость уже начинает растекаться, поэтому мы не ждем и сразу начинаем медленно-медленно его катать. Слишком сильно торопиться не стоит, потому что начнете просто разбрызгнуть эту жидкость. Поэтому аккуратненько, аккуратненько, не торопясь, гоним его по поверхности пола, разгоняем. Ничего сложного в принципе в этом нет, это можно делать любой, любым опытом. Поэтому он называется делать сам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А для того, чтобы ходить по наливному полу, который мы уже залили, ну, бывают места, где еще надо будет пройтись валиком, то используем мы вот такие вот тапки самодельные. Можно спокойно ходить по полу и не боясь, что мы его повредим. Пока, естественно, он жидкий. Ну, также они продаются уже в готовом виде, специальные такие тапки с когтями. Ну, зачем тратиться, когда мы используем их очень редко, поэтому мы решили сделать их сами. Вот, под таким вот оборотом просто ходим, гладим, крутим, вертим и все. Ну, то есть, если даже что-то забыли где-то на другом конце комнаты, можно спокойно пройти, не боясь, что мы попортим пол. Все, ждем полного высыхания и уже после этого будем стелить здесь ковроли. Убрать. Ну, сейчас я вам еще раз покажу, что у нас получилось. Вот, как видим, наш потолок отражается в полу. Это говорит о том, что у нас все отлично, все хорошо. Ладно, не будем его больше тревожить, пойдем мыть инструмент. Вот так вот они у нас выглядят. Вблизи. Вот обычные старые тапочки, прикрутили мы их на пресс-шайбы, на обычную фанеру, двенашку. Здесь у нас мебельные гвозди 75-ки. Ну, можно использовать любые мебельные саморезы. Вот, две штуки. Так, вот таким вот образом мы залили нашу комнату с помощью наливного пола. Ну, все, мы свою работу выполнили, все, можно закончить. Это видео заканчиваем. Если вам все было понятно, все вам понравилось и у вас не остались вопросы. Ну, если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях под видео. Так, под видео также вы можете поставить палец вверх и нажать кнопочку подписаться, если вы до сих пор еще не подписались на наш канал. Всем пока. До новых встреч. С вами был Ирак. До новых встреч.